здравствуйте мои зрители я очень рада вас видеть на своем канале я хотела бы сегодня с вами поговорить о взаимодействии энергии у нас семье потому что многие не понимают думаю что вот вот он лично сам лично в семье не делает ничего плохого да а вот значит он ни за что не нигде ничего не отвечает или вот деньги у мужа например берет или муж у жены берет вот не знает как вот каким образом они заработаны вот и тоже ответственность не несет он взял у жены взял у мужа деньги вот так я вам хотела рассказать как это энергия это деньги это тоже энергия и в семье мы как в клубочке таком взаимосвязаны все понимаете вот и получается что если деньги заработанные чисто ну не важно там жена зарабатывает хорошим ну путем скажем так которые вот не не грабит не обманывает ну я не знаю не обвешивает то есть честным путем вот это называется честным путем то есть ходит на работу и зарабатывает деньги то есть честно там неважно как в какой области вы там трудитесь ну там в искусстве или бухгалтером сидите вот но вы зарабатываете честно свою зарплату делается честные сделки если у вас например магазин вот то магазине вот извините конечно магазина наша наполнена очень много алкоголем и куревым вот это тоже будет влиять на семью на твою семью да это прибыльное дело именно вот алкоголь сигареты без этого магазин существовать не может ну так как извините мне 50 лет и я уже как бы на своем опыте я могу рассказать не то что на своем опыте на опыте своих знакомых наблюдения у меня такая сфера работы то есть я как бы краса хожу по магазинам понимать я вижу что происходит там общаясь с товароведами директорами магазинов и вот и страной информация доходит что происходит с их родственниками какие ситуации происходят вот и поэтому торговать тем же алкоголем своем магазине это тоже не есть хорошо потому что это тоже от влияние идет на вашу семью вот ну к примеру ну я скажем так грубый вот пример вот муж занимается торговлей вот магазин и там как в основном алкогольные напитки и курево получается почему вдруг вдруг ни с того ни с сего у него начинает кто-то в семье или пить или сам начинает спиваться или жена начинает спиваться или там что-то с детьми начинается с алкоголем понимаете почему это происходит многим не догадываются о том что торгуя вот этим алкоголем в магазине это грязная энергия понимаете и ты тем самым приносишь горе в других семьях до человека право выбора он заходит магазин купить ему или нет вот но ты способствуешь этому вот это идет от тебя это идет от тебя вот и поэтому твоей семье будет обязательно неприятности это то же самое что вот наркодилеры вот они распространяют там наркотики вот папа распространяет сын или дочка наркоман но это взаимосвязано понимаете вот он приносит горе другим людям соответственно и ты тоже будешь отвечать за это вот и в семье вот если вот эти вот деньги берутся вот я не говорю потому что там мужчина не должен содержать семью там и там я это не затрагиваю вот хотя это сейчас такое время что понимаете сейчас каждая в семье и жена и муж должны работать но сейчас не то время и получается или жена держит такой же магазин все у нее муж может пить дети то же самое потому что она эти деньги берется этого магазина она же тратит на них она же тратит на семью вот соответственно это затронет обязательно кого-то это энергия вот мы их эту энергию не видим извините итог по проводам мы его тоже не видим как он передвигается мы видим эту проволоку а как он там передвигается мы ж не видим и например звоним по телефону куда-то куда-то это все уходит непонятно, понимаете? Куда-то по воздуху идёт. Объяснить можно, а увидеть ты это же не видишь. Понимаете? Вот. И поэтому в семье это вот как клубок такой взаимосвязанный. И каждый отвечает не только вот там за деньги. Я пример просто по деньгам провела, да? Вот. Другой можно пример привести. Ой, извиняюсь. То есть вот получается в семье вот какой-то поступок. Вот у меня очень многие спрашивают. Ну вот произошёл какой-то поступок. Вот чего-то я хочу. Вот лично я чего-то вот захотела сделать там. Вот. И думаю, вот я этот поступок делаю правильно. Вот. Совершаю какие-то действия и смотрю там вот как тупик такой. Вроде бы выхожу с этой ситуации, переезжаю, перехожу в другую. Вроде делаю для себя лучше. Ну вот. А получается и там как. То тоже тупик. И непонятно. Понимаете? Вроде казалось бы, я хотела сделать лучше, а в итоге лучше не получается. Вот. Почему? Потому что у вас же есть дети. Понимаете? Вот тоже, например, переезд. Я вот, например, хотела там с Украины переехать в Россию. Я на себе пример привожу. Вот. Вот приезжаешь что-то вот в Россию домой. Вот что-то там не вяжется. Вроде бы думаю, всё, решу проблему, уехала, приехала туда. Там другая проблема возникла. Там тоже нельзя нормально жить. Ну, неважно, какая там эта самая проблема, но она возникла. И ты не понимаешь, в чём дело. И возвращаешься обратно, получается. Вот. А тут получается так, что вот я провела тот же приезд. Переезд там в другую страну. Ведь я переезжаю и со мной переезжает мой ребёнок. Вот. А у ребёнка вот туда, куда я переезжаю, у него нет там будущего. Понимаете? И тебе там на данный момент закрывает это всё. Как ты только уезжаешь оттуда обратно, где-то была. Там всё, проблема разрешается, всё хорошо, всё нормально. Вот. Как ты туда, там ворох проблем возникает. Понимаете? Вот. А со временем, это я уже просто на своём даже опыте убедилась, что приезжаешь, значит, твоему ребёнку было хорошо вот именно в Киеве. Именно здесь он должен закончить школу, получить образование. Понимаете? То есть, вот здесь у него, а в другой бы, вот там, в другом городе с переездом, ну, не получилось бы то, что, например, получается сейчас. Вот. И так мы все взаимосвязаны, понимаете? Потому что это семья. Мы думаем, что вот у меня не получается, вот что-то со мной не так. Да не с вами не так, это просто вот в семье вот так не должно вот это вот быть. Вот. И муж тоже, то же самое, например, вот у меня муж. Там что-то вот совершает, какие-то поступки. Я думаю, ну, ладно, пусть он уже совершает, пусть он это делает, это всё. А потом, он делает по-своему, как он считает нужным. Ну, к примеру. Потому что мы уже живём в семье, и каждый как бы это самое. Я не считаю, что я должна давить на своих домочадцев. У каждого своя судьба, и каждый праве решать эту судьбу, как он считает нужным. Ну, не так, чтобы очень было больно для семьи, но всё равно. Это же он хочет что-то сделать для себя, как я ему могу мешать. Он какой-то поступок совершает, у него там тоже, что-то там не ладится, вот из-за его поступка. Вот. То есть, понимаете, это всё настолько взаимосвязано, но это не объясняет, ну, это когда ты живёшь и находишься в этом всё, и понимаешь, что вот эта семья, это твой вот маленький мир. И не надо вот переводить себя вот на себя, вот я несчастная, вот я такая, вот я всё. Потому что нас соединяет не просто так, вот я и муж, например, приходит ребёнок в нашу семью. Он же приходит тоже к нам по определённой карме. Вот. То есть, мы должны как бы отработать внутри семьи вот все ситуации. Я пришла со своим там условием на эту землю, что я должна пройти определённые какие-то там моменты в своей жизни, получить опыт. Муж пришёл с другой, и поэтому, если мы проходим какой-то опыт, нас, хочешь не хочешь, судьба вот, ну, разъединит, разорвёт, разорвёт. Если мы это самое, должны дойти до конца со своим опытом, и это влияет положительно на ту сторону или на другую сторону, то мы так и будем идти, как вот, клубком, должны срастись и пройти вот этот путь. Вот. Ну, правда, здесь на земле такое, то есть, Бог как бы есть, ну, естественно, есть. Ты можешь совершить право выбора, вот забыла совсем, право выбора. У тебя есть право выбора. Вот. И ты сам должен решить, как тебе поступить в той или иной ситуации. Понятно. Бог вмешиваться не будет. Он очень редко вмешивается, когда это вообще будет очень плохо. Вот. И очень сильно может повлиять на твою душу, а ты достиг определенного там очищения души. Если ты совершишь какой-то поступок, то тебя как-то быстрее поправляют, и он иногда так вмешивается. Я на себе тоже это заметила, что он как-то вот вмешивается. Вот. Ну, например, взять там человек, ушел в другую семью. Так ему дается, извините, та же ситуация, что была и в этой семье. Смысл. Смысл. Понимаете? Все равно ты должен пройти вот этот этап и обдумать, что же ты в своей семье там делаешь неправильно. Ну вот. И поэтому вот это взаимодействие, этот кубочек в любой сфере, в жизненной, в каких-то поступках, в переездах. Вот, понимаете, вот все мы здесь, мы должны оценивать и своих детей, и свою семью, и даже и своих родителей. Может, некоторые вот настолько связаны, что вот со своими родителями, вот живут они, например, вместе с родителями, не могут оттуда идти. Вот. Значит, вот так должно быть. Если он оторвется, вот переедет там в другую там страну от родителей, и родители останутся вдалеке, то это будет хуже и для него, и для родителей. Вот. И если у тебя что-то в другом, там, в городе, что-то не получается, это правильно. Вот. Значит, надо включать как бы мозги и понимать, что надо просто возвращаться, а не плакать. Вот у меня там что-то не получается. Вот. То есть вот эту информацию я хотела бы до вас донести, зрители. Ну, рассказала, как могла вам рассказала, чтобы как бы вы не переживали, что вот именно вот, что лично вот только вы в этом виноваты. Нет. Все семьи живем, вот каждая за какой-то кусочек и виноват. Понимаете? Вот. И каждый этот кусочек мы отрабатываем. Вот. Спасибо, мои дорогие зрители. Я вас рада видеть на своем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова